Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Булат Мадеев, и вы на моем канале, который посвящен истории музыкальных коллективов. Сегодня я расскажу вам о группе, которая чаще других попадала в британские чарты. Это группа Статус Кво. И да, если вам нравятся мои видео, то большая просьба писать комментарий и ставить лайк. Мне это очень важно. Добрый день, дорогие друзья! В Америке же самым популярным хитом была психоделическая песня Pictures of Matchstick Man, которая достигла 12-й строчки в 68-м. А в России монументальным хитом стала песня... Об этой песне я расскажу чуть позже. А сейчас поговорим об истории Статус Кво, который уходит корнями к 62-му году, когда трое учеников Бекингемской школы Сэтшкилл, Фрэнсис Росси, Алан Ланкастер и Алан Кей собрались вместе и образовали ансамбль. В последствии Алан Акея за органом заменил Джесс Джаворски и был приглашен ударник Барри Смит. Квартет взял себе название The Scorpions, но затем переименовался The Spectres и приступил к репетициям в зале местного военно-воздушного училища. В 63-м году на место Барри Смита пришел Джон Коффланд. С этого момента ансамбль приступил к работе над собственным песенным материалом. В 64-м году в состав Spectres пришел новый клавишник Roy Lines и группа перебазировалась в легендарное артистическое кафе на лондонской Фулхэм-Роуд. В 65-м году с ними познакомился Рик Парфит, игравший в группе The Highlights. Он близко сдружился с Росси и оба решили, что обязательно будут сотрудничать в будущем, но об этом позже. В 66-м году пленка группы с песней I Who Have Nothing попала к контрепренеру Джону Шрёдеру, который подписал группу клейбло Piccadilly Records. Однако записанные на студии синглы успеха не имели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем временем The Spectres изменили название на Traffic, затем, узнав, что одноименная группа уже существует, на Traffic Jam. И выпустили сингл Almost But Not Quite There. И уже после того, как и он не вошел в чарты, Traffic Jam в августе 67-го года сменили название на статус-кво и пригласили в состав Рика Парфита. Удивительно, но первый же сингл, выпущенный под новым названием, Pictures of Matchstick Men, поднялся до 7-го места в Британии, а вскоре добрался и до 12-го места в США. В 68-м году статус-кво выпустили дебютный альбом Pictures of Matchstickable Messages. Американский вариант назвался намного проще – Messages from the Status Quo. За синглом Are You Growing Tired Of My Love? последовал второй альбом, возможно, самый слабый в истории группы. Музыканты не раз впоследствии говорили, что стыдятся его. Во многом провал был предопределен политикой лейбла Pi Records, который потребовал от статус-кво немедленного повторения успеха первой пластинки. Альбом оказался во всех отношениях неудачным, и участники группы предприняли радикальный шаг к ужесточению звука. Заодно они избавились от психоделических фасонов с оборочками, отрастили длинные волосы и облачились в джинсы, создав закрепившийся за ними на долгие годы имидж простых парней с добродушными ухмылками. В 1969 году гастрольным менеджером статус-кво стал Боб Янг. Вскоре он и в качестве соавтора приступил к работе над материалом для третьего альбома, а впоследствии стал важным творческим элементом в коллективе. С уходом клавишника Royal Lines'а статус-кво стали чисто гитарной группой, и в 1970 году сделали первый серьезный шаг в направлении хард-рока, выпустив третий альбом, из которого вышли два сингла – Down the Dust Pipe и In My Chair. Путеводитель All Music Guide называет его самым недооцененным из ранних альбомов статус-кво, отмечая смелость, с какой группа провала психоделическими корнями, а также тот факт, что материал пластинки сформировал основу всего ее концертного репертуара первой половины 70-х. Первая реакция на новый имидж и стиль статус-кво в Британии была неоднозначной, но очень скоро на концерты группы стала прибывать качественно новая аудитория. На нее и был ориентирован четвертый студийный альбом Dog of Two Head, после которого некоторые музыкальные критики начали относить группу к хард-року и даже хэви-метал. К примеру, Чарльз Мюррей в тематическом эссе «Хэви-метал» утверждал, что именно статус-кво зацементировали брешь между Black Sabbath и Grand Funk Railroad. Альбом ознаменовал окончательное формирование стены гитарного звука, упразднивший все прежние эксперименты в психоделии, и содержал как минимум два классических трека – «Гэр Дундула», на многие годы ставшая одной из центральных вещей концертного репертуара, и «Рэй Роуд», которую рецензент IMG называет «сильнейшей вещью альбома». В 1972 году статус-кво впервые решили отказаться от услуг приглашенного продюсера. Записанный собственными усилиями альбом «Pile Driver» уже через неделю после выхода оказался на пятом месте в Британии, обеспечив группу хит-синглом «Paper Plane», а альбом «Hello» 1973 дебютировал на вершине британских чартов, ознаменовав пик популярности «Статус-кво». В 1974 году группа записала альбом «Кво» и провела успешное британское турне, завершившееся тремя аншлаговыми концертами на стадионе Уэмбли. Два следующих альбома «On the Level» и «Blue for You» также одним за другим вышли в Великобритании на первое место. Начиная с этого момента «Статус-кво» продолжали путь по инерции, пользуясь гигантским потенциалом своего универсального, многим понятного стиля. Однако бросалось в глаза при этом полное отсутствие интереса группе в США, где альбом «Статус-кво» 1976 года сумел достичь лишь 148 места. В 1978 году «Статус-кво» выступили хендлайнерами на фестивале в Рейдинге, выпустив альбом «If You Can't Stand The Heat». Следующий год они посвятили почти непрерывным гастролям, дав в Европе 28 концертов за 30 дней. Но в 1980 году в истории группы наступило относительное затишье, что повлекло за собой слухи о ее возможном распаде. Но наконец на прилавках появились сначала сборник «12 Gold Bars», затем новый студийный альбом, и уже год спустя группа оказалась в числе первых лауреатов премии «Silver Cliff Award» за выдающийся вклад в развитие британской музыкальной культуры. Но все же после выхода альбома «Never Too Late» барабанщик Джон Коффлен покинул состав. Он основал свой собственный проект «Дизель» и был заменен Питом Кирчером. Примерно в это же время в коллективе начались раздоры между «Ланкастером» и «Росси». В результате в 1983 году басист перебрался на жительство в Австралию, формально оставаясь членом группы еще два года. После успеха очередного альбома «Статус Кло» стали первой рок-группой, приглашенной на телешоу с участием членов королевской семьи. Здесь принц Чарльз объявил об открытии своего благотворительного фонда. Исполненная здесь живую «Кэролайн» стала очередным британским хитом группы, после чего «Статус Кло» открывали знаменитую благотворительную акцию «Life 8», исполнив «Rockin' All Over the World», которая стала своего рода визитной карточкой всего этого грандиозного мероприятия. Именно на концерте «Life 8» «Ланкастер» последний раз появился в составе «Статус Кло». Позже он пытался судиться с группой, продолжавшей выступать без него, но «Росси» и «Парфит» защитили свои права на название и в 1986 году собрали новый состав группы. 1987 год ознаменовался всемирными гастролями группы и серии фестивальных выступлений. При этом «Статус Кло» дали лишь один концерт Великобритании на юбилейном 25-м Рединском фестивале. Частью европейского тура группы 1988 года стал концерт в Олимпийском. В одном из интервью тех дней музыканты с удивлением отмечали, что советская публика достаточно сдержана и почему-то живо реагирует только на одну композицию «In the Army Now». Кстати, об этой песне. Любопытно, что чувствуют малоизвестные исполнители, когда более популярные группы записывают их песни практически в первоначальном варианте, после чего те становятся всемирными хитами. Хотелось бы получить искренний ответ от братьев Боландов, которые в 1981 году представили на суд неблагодарной публике альбом «The Domino Theory», начинающийся с композиции «You in the Army Now». Да-да, если вы об этом не знали, группа «Статус Кло» не является автором бессмертного хита, по которому ее узнают подавляющая часть русскоязычной аудитории. Но к «Статус Кло» мы вернемся чуть позже. А сначала пару добрых слов о группе «Boland & Boland» и ее творении. Трек «In the Army Now» открывает альбом «The Domino Theory». Его название означает политическую теорию, которая стала основанием для вторжения США сначала во Вьетнам, а затем в Латинскую Америку и другие страны. Альбом носит неприкрытый антивоенный характер. Входящие в него песни, спеты от лица солдата, который вынужден участвовать в подобных операциях. С композиции «In the Army Now» начинается история главного героя. Он попадает в армию, где сталкивается с лицемерием и жестокостью. Никакого особого ажиотажа альбом не вызвал, хотя песня и заняла девятое место на родине братьев в ЮАР, где как раз тогда была всеобщая воинская повинность. Так бы и осталась эта песня в музыкальных закромах, если бы спустя несколько лет ее не услышал на немецком автобане вокалист группы «Статус Кло» Фрэнсис Росси. И в 1986 году «In the Army Now» вышла как на сингле, так и на одноименном альбоме. Вот тут-то творение Болландов и оценили по достоинству. Песня стала номер два в Британии, а сингл – самым коммерчески успешным синглом группы. В результате, в общем-то, нетипичная для «Статус Кло» композиция превратила равномерно успешный коллектив в группу одной песни. На столь удачный кавер стали тут же делаться другие. В 1994 году славянская группа «Лэй Бах» сделала столь мрачную электронную и специфическую версию, что песню узнаешь далеко не сразу. Учитывая, что творилось в Югославии тех лет, мрак композиции и зловещий значок НАТО в клипе более чем понятны. С другой стороны, на песню писали и смешные пародии. Например, матерная версия «Теперь ты в армии» лидера группы «Оргия праведников» Сергея Калугина. Или «Тяжелый день» Сергея Минаева. Ну а если мелодию песню ускорить, как, например, в бодрой версии украинской группы «Село и люди», то в ней можно признать веселую страну лимонии группы «Дюна». Прошло время, страны НАТО дружно побомбили Югославию, затем Ирак, Афганистан и Ливию. Пацифистские настроения поутихли и в 2010 году «Статус-кво» записывают новую версию своего главного хита. Так как песня записывалась для благотворительных фондов поддержки солдат, а клип снимался в казарме британского стрелкового полка, все обличающие армию мотивы из песни были вымораны и заменены вдохновляющими. Вот такая тенденция. Пацифизм из моды вышел. Вернемся к истории наших героев. Главным событием 90-го года для группы стало выступление на благотворительном фестивале «Кнепборд Мьюзик Терапи» с Полом Маккартни, Элтоном Джоном и Пинк Флойд, после чего сингл «The Anniversary Wolves» поднялся в Британии до второго места, а альбом «Rockin' All Over the Years» стал самым быстропродаваемым в истории группы. Только в Британии он разошелся тиражом более миллиона экземпляров, став здесь трижды платиновым. В 91-м году статус-кво оказались в центре внимания на церемонии уручения Brit Awards, получив награду за выдающийся вклад в развитие британской музыки. Аналогичный приз ждал их несколько месяцев спустя на церемонии World Music Awards Монте-Карло, где музыкантов честовал сам принц Альберт, а в музее Мадам Тюссо появились восковые фигуры Росси и Парфита. Кроме того, в 91-м году статус-кво вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Они исполнили четыре концерта в четырех разных местах за один день. В Шеффилде, в Глазго, в Бирмингеме и на арене Уэмбли. Все это было в рамках одного тура, посвященного их 25-летию. Группа отыграла четыре концерта за 11 часов и 11 минут. В 93-м году Росси и Парфит оказались уже на вершине списка литературных бестселлеров, как авторы книги Just for the Record. А год спустя группа дала благотворительный концерт в пользу фонда принца Чарльза в лондонском Royal Albert Hall и предоставила возможность футболистам Манчестер Юнайтед возглавить хит-парад с совместным синглом. В последующие годы, находясь на пике, группа благотворно трудилась в студии. Из последних шедевров хочу отметить два явных монументальных произведения. Это альбомы 2002 года и 2007 года. Эти две записи я считаю лучшими после альбомов 70-х и 80-х годов. И удивительно, что их сгенерировала группа очень старая, у которой, по идее, должны были бы давно закончиться все идеи. Но эти два альбома слушаются так, будто записаны молодой гениальной группой на пике своих творческих возможностей. И это просто поразительно. К сожалению, успех этих альбомов в группе пока что не удалось повторить. Музыкальное направление коллектива стало меняться в 2014 году. В этот период статус-кво решили отойти от электронного звучания в пользу акустического. Тогда же свет увидели новые акустические альбомы. Но в этот же период у Рика Парфита случился сердечный приступ. И через два месяца после которого гитарист скончался. И только в августе 2019 года в соцсетях появилось сообщение Фрэнсиса Роси о том, что скоро выйдет новый альбом. После завершения работы над музыкой и текстами для 33-й пластинки группа выложила трек-лист Backbone на Apple Music и официальный сайт. Потом был опубликован график гастролей 2020 года, но поехать с гастрольным туром по родной Великобритании и Европе статус-кво не удалось. Помешала пандемия коронавируса. Осенью 2021 года стало известно о кончине одного из основателей группы Алана Ланкастера, которому было 72 года. Будучи по-настоящему творческой персоной, музыкант до последнего выходил на сцену, несмотря на то, что в последние годы жизни боролся с рассеянным склерозом. В общем, сегодня в группе остался только один музыкант первого состава. Лидер-гитарист, вокалист и композитор Фрэнсис Роси. Но музыкальную карьеру он оставлять не собирается. Ведь он же на два года младше Элиса Купера, который сегодня выпускает тоже убойные альбомы. Так почему же тогда более молодой Роси должен бросать такую супер популярную во всем мире группу, которую вложил без всякого привлечения всю свою жизнь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok